Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Проблемы, 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 они есть везде, у всех есть проблемы. Наша жизнь без проблем становится, когда мы умираем. Проблемы заканчиваются вместе с нами. Но какие у нас есть реально проблемы в Австралии? Я думаю, проблем очень много, у каждого свои. У каждого свои тараканы, у каждого свои радости, свои страсти, свои проблемы в том числе. Но есть проблемы, которые я считаю просто надуманными. И большинство людей, которые здесь живут, они понимают, о чем я говорю. Ну, например, левостороннее движение. Я водил мотоцикл, водил машины, очень много водил. Моя жизнь была, фактически, жизнь на колесах. Когда я приехал в Австралию больше года, я не водил транспортные средства. В наше время это было накладно, зарабатывали мы мало. И даже купить машину за 1000 долларов, это было, в общем-то, подвигом. Но когда стало необходимостью иметь автомобиль, для вас это, кстати, тоже очень часто становится необходимостью, буквально в первые же месяцы приезда сюда. Я как-то сел и поехал. Я не ощутил разницы. Я скажу так. Если вы некоторое время освоитесь на дорогах, вы привыкнете к этим дорогам, просто как пешеход, как житель Австралии, то уже через месяц, сев за руль, вы просто не будете задумываться, левостороннее тут или правостороннее движение. Вы поездили в общественном транспорте, вы походили по улицам и, собственно говоря, вы уже не ощущаете разницы. Другое дело, что, кстати, как сейчас, я достаточно часто езжу по делам в Москву и, соответственно, две недели там, две недели сям, получается, некоторая несуразица. Но в основном из-за того, что ты даже не знаешь на эскалаторе, на какой стороне стоять, с какой стороны обходить людей. Один, два, три раза и ты уже как бы путаешься, то есть каждые две недели меняя. Наверное, вот для таких людей будет какая-то разница, для остальных разницы нет. Удаленность Австралии, это проблема, которая волнует очень многих, волнует студентов, волнует эмигрантов, волнует родителей студентов. И я думаю, что в основном проблема надуманная и все, что с этим связано. Но давайте, скажем так, в наше время из одной точки в другую точку мира вы можете добраться меньше, чем за 24 часа, включая пересадку. Я бы все-таки рекомендовал лететь, то, конечно, надо лететь теми, кто комфортнее, теми, кто дешевле. По дешевизне, вот China Capital Airlines я рекламирую, я советую вам. Но почему-то в основном это из России, с Москвы до Сиднея и обратно. Так, чтобы из Сиднея и Москвы и обратно как-то не получается находить эти билеты, эту авиакомпанию. Но она, ее стоимость доходит до 800 австралийских долларов. Это что-то типа 35-34 тысячи, 36 может быть, в зависимости от курса. Тысяч рублей в оба конца. И вроде по багажу они, как китайцы, две вещи по 23 килограмма, не считая там безмерной ручной клади. Соответственно, с этой стороны проблемы нет. Когда вы летите вот на 10-12 часов, 15, конечно, немножко тяжеловато, хотя, честно говоря, для меня разницы нет. Но когда два раза по 10-12 часов, то в этом случае вы успеваете два раза покушать, посмотреть какие-то кино, поспать, поработать на лэптопе, на компьютере, сделать какие-то записи на смартфоне, а может быть, снять видео. При пересадке, ну, у меня тоже проблем нет, потому что идешь в ВИПовский зал, принимаешь душ, немножко отдохнешь в кафешке. И, соответственно, следующий полет, то же самое, ты уже на месте. Так как дел всегда полно, то и ты уставший, то если приезжаешь утром, день пробегает, ты пытаешься по максимуму все сделать. И вечером ложишься спать. Фактически джетлаг проходит очень просто, особенно по прибытию в Россию. По прибытию обратно, ну, в принципе, практически то же самое. Поэтому я не вижу проблем ни в стоимости, ни в продолжительности полета, ни в географической удаленности. Я вообще не вижу в этом проблем, даже если летать и быть в Австралии или быть в России каждый месяц. Но я думаю, что единицы из вас, и то крайне редко, могут себе это позволить. И вообще это нужно вам. Проблема так называемой ядовитой Австралии. Опять-таки, здесь в действительности живут большое количество ядовитых змей по количеству видов самых ядовитых. В десятку, по-моему, пять штук входит. То же самое по самым ядовитым паукам. При этом самыми ядовитыми все-таки номер один ни пауки, ни змеи австралийские не являются. Но вот в пятерку уже входит две-три особи, в десятку, по-моему, и там, и там по пять. Есть крокодилы, есть медузы, есть какие-то осьминоги, есть акулы и много чего другого. Что в реальной жизни вы видите крайне редко такие существа, с которыми ваша встреча будет фатальная. Можно, конечно, насмотреться каких-то хоррор-муви, очень рекомендую посмотреть The Pack. Может быть, это вас напугает еще больше. На самом деле, в реальности вы с этим, в таких городах, как Сидней, Мельбурн, Брисбен, вы не сталкиваетесь. Перти, Водолавиде, всего этого практически нет. Акулы есть, но возможность попасть к ним на завтрак крайне мала. И есть какие-то способы избегать этого. Есть отпугивающие, такие репелленты, скажем так, причем и акустические тоже, световые. Есть какие-то меры предосторожности, то есть не купайтесь в темное время суток на заходе на рассвете. Днем нападения крайне редкие. Соответственно, что вас угораздит попасть куда-то, где есть крокодилы, я понятия не имею. Но некоторые, короче говоря, все это в основном, на мой взгляд, надуманное. Поэтому я скажу, что, допустим, черная вдова, редбек, да, паук, он широко распространен. Можно сказать, что у меня во дворе там найдется десяток мест, где редбеки есть, и достаточно крупные. Я никогда не слышал о нападениях, и тем более укусов этих пауков, ребят, которые здесь живут. Здесь есть хансмены, но они не ядовитые, забавные такие, пауки большие. Говорят, что могут укусить, но опять-таки встречал очень много, никогда не слышал или не встречался с этими вкусами. Тем более про змей, поэтому я думаю, что в своей основной массе это все надумано. Культура чужая, чужой язык. Мой опыт общения в Австралии говорит о том, что я бы постарался в основном избегать общения с теми, кто говорит по-русски по многим причинам. Ну, то, что все прикалываются по брату, брат 2, или что там, мы русские друг друга не обманываем. Ну, и это, наверное, есть. В основном, я считаю, что все эти русские клубы, церкви, магазины и так далее бесполезны. И очень много там жульничества. Вы можете, конечно, со мной спорить, не соглашаться, а это ваши проблемы. Но, на мой взгляд, мы все представители европейской расы, то есть индоевропейская группа языков, да, в общем-то и по цвету кожи и по внешнему виду это видно. Мы ничем не различаемся с австралийцами, если молчим, а если много с ними общаемся, живем среди них и по языку мы не отличаемся. Наши культуры очень близкие, наша пища очень близкая, наши традиции близки. Опять-таки, все страны в основном имеют христианское, как бы, Christian heritage, то есть наследие христианское. Я бы на этом вообще не акцентировал внимание, но то, что мы индоевропейцы или арийцы, если хотите, в большинстве своем, и наши азиаты совершенно не отличаются от наших европейцев, это люди российской, русской, советской культуры, и они абсолютно нормально адаптируются, несмотря на то, что выглядят наши корейцы, наши буряты, выглядят как китайцы, но их процесс адаптации в австралийское общество настолько успешен, что ничуть не более трудный, чем адаптация любого русского, любого там славянина с голубыми глазами и белыми волосами. Более того, я знаю, что очень успешно адаптация казахов здесь, очень хорошо люди адаптируются, ну, про бурятов опять-таки не буду говорить, исторический бурят — это люди, которые хорошо адаптировались с европейцами, и по лицу многих здешних русских вы увидите очень много бурятского и китайского, так что даже эти части российского общества или исторической общности советского народа, они абсолютно не чувствуют себя чужими в Австралии и могут совершенно не беспокоиться своей адаптацией здесь. То же самое касается и корейцев, и многих других коряков, якутов, калмыков и прочих ребят, которые прошли через советскую культуру, у нас одна и та же мода, один и тот же европейский стиль одежды, соответственно, никаких проблем нету, наверное, у более пожилого поколения есть какие-то вопросы к этому, но это единицы. Вопрос климата, что очень жарко здесь, и что здесь есть озоновая дыра, ну, серьезно, сейчас стоит очень жаркая погода, абсолютно никак это не воздействует на вас. Я не знаю, я лично с Австраханской области родом, жил долго в Австраханской и Волгоградской областях, в Нижнем Поволжье, соответственно, могу сказать, что наше российское астраханское лето с его жарой, с его пыльными бурями, ну, еще даст фуру, наверное, австралийской жаре. Единственное, что здесь нет зимы, здесь климат мягче, и там, где жарко, там сухо. Там, где влажно, около океана, там не бывает очень жарко. Вот, соответственно, жара, если столбик термометра повышается там за 40, это обычно на западе, где сухой климат, это тоже не особо ощущается. Если где-то вы в пустыне будете долго проводить время, тогда вопрос к вам, что вы туда поперлись. Соответственно, те люди, которые живут в Сиднее, я бы сказал так, больше они страдают от зимы, от холода, когда у них недостаточно хорошие, хорошо построенные квартиры и дома. Что касается зоновой дыры, я думаю, это большая проблема. Новой Зеландии, вот там это в действительности не очень хорошо, при том, что пасмурно, влажно, сыро, и все-таки сильная радиация. Но, как я уже говорил, что вы делаете в Новой Зеландии? Есть Австралия, езжайте. Я знаю, конечно, есть люди, которые рекламируют Новую Зеландию, образование в Новой Зеландии, и эти люди всегда спорились со мной, пока я их не забанил на моем канале. Но объективно, просто посмотрите, сколько людей едут на постоянное место жительства из Австралии в Новой Зеландию, сколько идет обратный поток. У нас вообще Новой Зеландия чуть ли не номер один или номер один по количеству иммигрантов в Австралию. Соответственно, люди же не от хорошей жизни, не только в экономике дело. Дело в климате, дело в той же самой озоновой дыре и на некоторых каналах. Я тоже видел, как люди говорили, что даже в пасмурные дни они по два раза на дню мажутся кремами. Я не буду говорить, что это так вредно, но я не думаю, что это так уж сильно и полезно. Вот этот UB4, да, он UB4, не помню. Вот эти кремы, что они очень хорошо действуют на вашу кожу. По крайней мере, эта радиация не самый, как говорят, айс, поэтому озоновая дыра для Новой Зеландии проблема. Для Австралии, я думаю, это не проблема вообще. Люди здесь живут долго и счастливо, и климат не является чем-то таким страшным. Я думаю, что если вы поедете жить в Тасмане, то тогда вам вообще и район Волгограда, Саратова покажется очень теплым местом. Поэтому Австралия слишком большая, чтобы жаловаться на климат. Вам холодно, езжайте туда, в район Кернса, Дарвина, Брума. Вам жарко, ну что, у нас есть Тасмания, есть Мельбурн, Аделаида, езжайте туда. Нравятся просторы, есть Перд, нравится русская община, пожалуйста. Мельбурн, Балаклаус-3, Бандай Джанкшн, Бандай в Сиднее. Пожалуйста, что хотите. Но объективно, конечно, Австралия это самая замечательная страна. Я скажу, что положение в Австралии будет ухудшаться. Это объективные для этого причины. Но причины-то в том, что жизнь вообще в мире ухудшается. Для этого очень много объективных причин. И Австралия всегда будет страной, в которой жить будет лучше, чем в остальном мире. Есть, конечно, не случатся какие-то страшные катастрофы. Но в этом случае, дорогие друзья, уже ни от чего не убережешься. Давайте надеяться на лучшее. И давайте избавимся от тех страхов, которые не обоснованы и не должны приниматься вами во внимание. Рассматривайте экономические вопросы, рассматривайте вопросы самореализации, вопросы семьи, когда переезжаете на постоянное жительство в Австралии. И если это вас удовлетворяет, обо всем остальном забудьте. Остальное это не существенно. Спасибо.